Изделия ручной работы туристы покупают в качестве подарка близким людям. Ведь такие вещи не только стильные и качественные, но и сделаны с душой. Арт-авеню – достопримечательность нашего курорта. На стендах необычный декор, украшения и аксессуары представляют анапские ремесленники. Это всё натуральная кожа, всё ручная работа. Именно вот эта сумка, она прошита ручным швом. Модель очень популярная. Теперь возможность присоединиться к арт-сообществу появилась у талантливой молодёжи. Несколько дней назад дизайнер Анна Литвинова с триумфом вернулась в Анапу со всероссийского проекта. Она одержала победу в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты» и выиграла более миллиона рублей на реализацию своей идеи – создание своеобразной кузницы ремесленников. Задумка родилась несколько лет назад, как и название школы – взлётка. Мы будем набирать 100 молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет, где они будут обучаться по одному из пяти направлений. То есть гончарство, токарное ремесло, швейное, кожевиное, НХП. Они смогут обучиться и смогут потом выйти уже на ярмарку, реализовывать свои изделия. То есть это место взлёта для будущих мастеров. Её поддержал анапский филиал МПГУ, арт-сообщество курорта, а также коллеги по работе, специалисты заповедника «Утриш». С чего мы начинали здесь и вот к чему подошли – это действительно прогресс всего нашего общества и нашего руководства. И поэтому все девчонки, которые выигрывают наши гранты – это же не первый у нас грант. Поэтому это большое подспорье всему Краснодарскому краю. Открыть ремесленную школу планируют в начале следующего года. По словам Анапчанки, если бы не участие в грантовом конкурсе, ей вряд ли бы удалось реализовать амбициозный проект. Но сейчас такая возможность есть у каждого. Наверное, как-то получилось заразить своей такой идеей, потому что для меня это очень важно. Это внутри у меня отзывается, я этого хочу. Я сама просто в шоке была, когда последняя фамилия Литвинова, я аж вот так вот потерялась. Я там табличку поднимала, у меня цифры посыпались. Надо брать и делать. Страшно всегда. Страшно, не хочется, у тебя будет находиться тысяча дел, но пока ты не сделаешь, не попробуешь, не получится. Такой колоссальный опыт, и в тебя просто вкладывают вот эти знания бесплатно, и ты общаешься с такими же людьми, которые что-то горят. И это очень заражает и вдохновляет. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа.Регион.